Итак, тема сегодняшнего вебинара «Обзор демоверсии ЕГЭ по химии 2024 года» проведет вебинар Владимир Николаевич Доронькин, кандидат химических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, хочу напомнить о корректности заполнения анкеты при регистрации на вебинар. Дело в том, что все данные для вашего сертификата автоматически подтягиваются из этой анкеты. И если вам важно оформление вашего документа, пожалуйста, заполняйте все требуемые ячейки. Если название вашей организации длинное, пожалуйста, сокращайте его до аббревиатур. Ну и, конечно же, особое внимание делите написанию адреса электронной почты, так как при наличии опечаток и ошибок в ней сертификат, как вы понимаете, своего хозяина не найдет. И, конечно, проверяйте свои сертификаты в папке SPAM, потому что частенько они попадают туда. Я желаю всем нам продуктивной работы. Все вопросы лектору, пожалуйста, адресуйте в чат. Я вижу, что Владимир Николаевич с нами уже на связи. Я передаю ему слово. Добрый день, коллеги. Рад видеть вас, участвующим в нашем вебинаре. Начинаем работать. Тема наша сегодня, с одной стороны, кажется вроде бы достаточно простенькой, с другой, все-таки удалось найти, о чем в ней поговорить. Как и обычно, начинаю наше занятие с того, что показываю пособия, которые издательством «Легион» выпущены для подготовки к ЕГЭ 2024 года. Все книжки обновленные, заметно обновленные, внесены. С учетом учтены последние задания, которые были в прошлом году, проявились летом в обе волны летней издачи. Точно так же имеется группа пособий, которые являются тематическими тетрадками, тренировочными тетрадками. Они от 8 до 11 класса могут использоваться. Пособия справочные, большой справочник и кармашек. И пособия для подготовки к ЕГЭ, которым я показывал вам уже в прошлый раз. Также имеется несколько книжек, которые непосредственное отношение к ЕГЭ и ОГЭ вроде бы не имеют. Это сборник расчетных задач, коллеги. Честное слово, сборник достаточно хороший. Единственное, что там нет, специально не подобранное уравнение реакций. Книжка Олимпиады, она дополнена у нас. Книжка Олимпиады, ВПР для подготовки к ВПР в 8 классе. И книжка тренировочные задания именно ВПР. Так что есть чем работать нашим с вами детям. Структура теста ЕГЭ в 2024 году. Ну как и в прошлом году, он делится на две части. Первая часть называется базовый и повышенный уровень. Вторая часть высокий уровень. В первой части разыгрывается 36 баллов. Это 64,3% работы. И во второй части, так же как и раньше, разыгрывается 20 баллов. Это треть работы, 35,7%. Осуществили перенос двух вопросов. Вопрос 16 и вопрос 20. В прошлом году эти вопросы были базового уровня стоили 1 балл. Теперь их назвали вопросами повышенного уровня. Но цена вопросов все равно не изменилась. Так и осталась по 1 баллу. Поэтому сумма за тестовую часть работы практически не изменилась. Сегодня все вопросы, которые мы разбираем, коллеги, будут построены перед каждым вопросом по следующей схеме. В начале будет вверху даваться вопрос формулировки 24-го года. После этого вопрос превышенный нам формулировки 23-го, 22-го, 21-го. То есть много летней уже формулировки. Вот вы видите, имеются незначительные, ну казалось бы, незначительные изменения. Но появились новые слова. Валентные электроны. Появились слова. Распределение электронов по энергетическим уровням. Появились слова. Современная модель строения атома. Еще непонятно. Если слова эти появились, ну просто в порядке формулировки, то это одно. А будут ли они как-нибудь учтены в наполнении тестовых заданий, мы с вами узнаем на будущий год. С одной стороны. А с другой стороны можем уже узнать в ноябре месяце, когда появится утвержденная версия. Но вы помните, что в прошлом году утвержденная версия ЕГЭ и досрочная достаточно заметно отличались. Во всяком случае, это часть органической химии. И начинаем разбирать. Задания в тех же формулировках, которые были раньше. То есть приводится ряд из пяти элементов. И к этому ряду из пяти элементов дается три задания. Вопросы 1, 2, 3. Но в данном случае вот формулировки вы здесь видите. Формулировки. Как мы будем решать эти задания? Коллеги, точно так же, как и всегда во время наших с вами занятий, вы уже наверняка привыкли. Может быть кому-то кажется это повторением. Я все время буду упирать на слова базовые знания. Базовые знания, основополагающие знания. Умение прочитать задания и выбрать правильный путь решения. Вот здесь определите два элемента, которые имеют только один неспаренный электрон. Базовые знания, я не детализирую их. Число неспаренных электронов можно определить только по электронно-графической формуле атома, коллеги. И вторые базовые знания. Как заполнять эти электроны, заполняют орбитали. Последовательное заполнение орбиталей. Правила Паули. И возможность правила Гунда по заполнению П, Д и Ф оболочек. Следовательно, вытекает план выполнения задания. Вначале написать элементы в таблице и написать электронные формулы. Потом записать электронно-графические формулы. После этого по электронно-графическим формулам найти атомы, которые имеют один неспаренный электрон на внешнем уровне. Значит, первый элемент алюминия, я не буду зачитывать, коллеги, формулы, вы их прекрасно знаете, видите электронно-графическую формулу. Единственный вывод, который здесь вытекает. Будет ли этот ответ абсолютно правильным? Имеется один неспаренный электрон на внешнем уровне. Ответ один правильный или нет? Я еще сказать не могу. Почему? Потому что присутствует слово только. Только один неспаренный электрон. Такое слово, ну, в моем разумении, может быть, я и ошибаюсь, предполагает, что электронов С на внешнем уровне, то есть электронов, кроме С1 электрона, других электронов быть не может. Потому что вот здесь у нас один неспаренный, и есть два спаренных электрона. То есть слово только вроде бы нечисто работает. А вы помните, как в заданиях 29-30, 29-30 в эонных реакциях и в окислительно-восстановительных реакциях, вот такое слово только очень часто изменяет ответ, оценку ответа учащегося. Аналогично дальше делаем Селен. У него этот ответ явно неспаренный, у него неправильные два неспаренных электрона. Хром. У хрома электронная формула, окончание электронной формулы 3D5, 4С1, потому что произошел проскопник одного электрона с С2 орбитами. Это ответ наверняка правильный. Только один неспаренный электрон. У мышьяка, вы знаете, три неспаренных электрона. Ответ тоже явно неправильный. И, наконец, у кислорода два неспаренных электрона, а всего на внешнем слое 6 электронов. Так как других вариантов выбора ответа нет, то записываем ответы 1, 3. Второй вариант, коллеги, смотрите. Второй вопрос, извините. Заметно сократилась вроде бы формулировка второго вопроса. Заметно она сократилась. Но появились новые слова. Если раньше были слова написаны только характеристика переходных, общая характеристика, то теперь появились слова причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Вопрос баловый, однобальный вопрос. Но незначительные изменения формулировки все-таки есть, лишь бы они не отразились принципиально на содержании задаваемого вопроса. Ну и вопрос, который был. Здесь нужно было расположить элементы в порядке уменьшения восстановительных свойств. Восстановительные свойства по переводу уменьшаются, ослабевают слева направо, по группе снизу вверх. Самый слабый восстановитель это вторг периодически. Вот я рефлекторно пишу вторг, девятый элемент. И неметаллы находятся, где находятся неметаллы, в главных подгруппах. Выше условной линии бороста для главных подгрупп. Значит, план выполнения, определить положение элементов, выбрать элементы неметаллы и расположить их в правильном порядке по мере приближения к втору, ну и записать ответ. Значит, положение элементов, ну вы видите здесь, коллеги, квалификация очень высокая, слушатели, поэтому неметаллы в этом группе были, мышьяк, селен и кислород. Ответ получается мышьяк 4, 2, 5, и мы его записываем в таблицу ответов, запишем, перенесем. Значит, вопрос третий. Электроотрицательность, валентность, степень окисления. Ну, они практически не изменились, вы видите в формулировке. В чем состоит вопрос? Выбрать из числа указанных в ряду элементов, выбрать два, который ими образует общий анион с общей формулой элементу х зарядом 2 минус, а степень окисления элемента в этом анионе будет одинаковая. Значит, базовое знание здесь тяжело было увидеть, но, тем не менее, я его сформулировал. Двухзарядные анионы образуют двухосновные кислоты. Поэтому, я предлагаю следующий план решения этого задания. Записать общие формулы двухосновных кислот, варьируя значения х. х равно 1, 2, 3, 4. Определить степень окисления центральных атомов в этих общих формулах двухосновных кислот и проверить, какие из перечисленных элементов, причем подряд идти по табличке, как обычно, имеют кислоты с такими степенями окисления. Найти правильный ответ и записать его. Значит, общие формулы H элемент О, H элемент О2, H2 элемент О3, H2 элемент О4. Кислоты H2 элемент О не существует двухосновной, а вот такие кислоты, в принципе, есть. Начинаем проверять. Алюминий имеет единственную степень окисления плюс 3, не имеет таких анионов. Силен образует, находится в шестой группе, образует высшую кислоту H2-силен О4 и H2-силен О3. Хром образует кислоту H2-хром О4. Мышьяк двухосновных кислот не образует. Пятая группа, это у него степень окисления плюс 5, плюс 3 наиболее. И кислород не образует двухосновных кислот. Правильный ответ 2 и 3. Вот таким образом, коллеги, решили мы это с вами задание. Следующий вопрос, коллеги. Вопрос четвертый. Виды химической связи, ковалентно-ионная, металлическая и водородная. Казалось бы, вроде все ее есть. И механизмы ее образования. Характеристики химической, межмолекулярной взаимодействия. Появилось, видите, коллеги, новое слово. Межмолекулярные взаимодействия. Вещества водородного, вещества молекулярного, немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. А было от их состава и строения. Но принципиально важное появление слов межмолекулярной взаимодействия. Будем ждать ноября месяца и будущего года. Значит, вопрос сравнительно простенький. Из предложенного перечня выбрать два вещества молекулярного строения с ковалентной полярной связью. И приводится список веществ. Базовые знания. Молекулярные строения имеют вещества, связи в которых могут быть только ковалентные. А вещество имеет невысокую температуру плавления, кипения. То есть это обычно вещество газ, жидкость или легкоплавкое твердое. Ковалентные связи возникают только между атомами неметаллов. И полярные связи между атомами неметаллов с разной электроотрицательностью. Поэтому план решения. По формуле определить тип связи в веществе. Вспомнить физические свойства этого вещества. Я при агрегатное состояние. Температуру плавления или кипения. И определить тип строения. Записать ответ. Натрий-2СУ4. Натрий-металл группы СУ4. Кислотный остаток. Класс солей. Связь между натрием и СУ4 ионная. Строение немолекулярное. Ответ неверный. Муравьиная кислота образована водородом, углеродом и кислородом. Все связи в веществе ковалентные и полярные. Кислота это жидкое вещество. Следовательно, строение у нее молекулярное. Ответ правильный. Третий-2СУ4. Углерод и водород не металлы. Связи ковалентные и полярные. Агрегатное состояние вещества газ. Следовательно, строение молекулярное. Я убежден, что правильные ответы мы нашли. Поэтому оставшиеся варианты кальцио и хлор-2 разбиросматривать уже не буду, чтобы сэкономить время. Ну, я и на ЭГЭ буду так рассуждать. Классификация. Пятый вопрос. Классификация неорганических веществ, номенклатура неорганических веществ. Вы видите, исчезли слова тривиальное и международное. Ну, подразумевается, наверное, что я могу дать названия тривиальные, международные и, может быть, еще какие-нибудь еще. Формулировка осталась, слава богу, прежняя. Среди предложенных формул или названий веществ, расположенных в пронумерованных ячейках, выберите формулу или название двухосновной кислоты, средней соли и амфотерного оксида. Коллеги, базовые знания. Ну, прежде всего, нужно вспомнить, кто такие кислота, средняя соль и кто такой амфотерный гидроксид. Вот определение я здесь привожу. Будете дома, когда детям скачивать, то дадите их еще раз прочитать. Значит, план выполнения задания. Определить класс каждого из веществ и правильно записать ответ. Начинаем работать. Прежде всего, начинаем работать. Натрий H2PO4 состоит из атомов металла и кислотного остатка, содержащего атомы водорода. Соль кислый, ответ неверный. Цинку H2H, амфотерный гидроксид. Ребенок обязан это знать. Ответ получается V2. HNO2, азотистая кислота, тоже обязан знать. Кислота одноосновная, тоже ответ неверный. H2SO3, сернистая кислота. Кислота двухосновная, ответ А4. Фосфин. Я настоятельно не рекомендую работать с названиями веществ. Пусть ребенок напишет формулы. Фосфин имеет тогда, увидев формулу, ему гораздо легче проводить анализ и поиск решения во всех абсолютно заданиях. Это не кислота, не соль, не амфотерный гидроксид. Ответ неверный. Цинк О, амфотерный оксид, тоже ответ неверный. Цинк металл, ответ неверный. И аммиачная селитра, второе название нитрат аммония, НС4, НО3, состоит из группы НС4 и остатка азотной кислоты. Соль, средний ответ В8. Правильный ответ получился 4, 8, 2. Вопрос шестой. Коллеги, здесь заметны изменения в формулировках. Может быть эти изменения покажутся не принципиальными, но они заметны. Сравните дома еще раз, когда посмотрите. Вот, например, в прошлом году было металлов щелочных, щелочно-земельных. Теперь написали натрий, калий. Это надо понимать, что литий, рубиди, цезий вообще не будут упоминаться в этом задании. Или же это просмотр какой-то, недомолвка в формулировке. Тем более, что вот с ней появится, когда следующее задание, там среди реагентов будет продвигаться гидроксид лития. Общие способы получения металлов. Это все, в общем-то, сохраняется. То же самое относится к неметаллам. То же самое относится к неметаллам. Но к соединениям неметаллов, среди соединений неметаллов потерялись соль. Химические свойства важнейших неметаллов. А соль, слово соли здесь потерялось. Тоже, ну вот, вы понимаете, как я немножко поеживаюсь. Ну и дальше, точно так же можно найти будет. Появились слова средоводных растворов. Раньше этих слов не было. Степень диссоциации этих слов тоже не было. Но, тем не менее, это не выносит, не является такими принципиальными разногласиями. И начинаем разбирать вопрос. Даны две пробирки с раствором гидроксида калия. Это современная формулировка, которая уже лет 5, примерно 4-5 идет в этом задании. Добавили в первую пробирку нерастворимое вещество. В результате оно полностью растворилось. Во вторую добавили раствор вещества Y. И произошла реакция ионное уравнение, которое вот такое. Из приведенного перечня выбрать вещества X и Y, которые участвовали в описанных реакциях. Анализ и решение. На первом этапе я определю вещество X. Таким образом. Мне сказали, в пробирку с гидроксидом калия добавили нерастворимое в воде вещество. В предложенном списке нерастворимые цинку H дважды, феррум СО3 и Купрум О. И я напишу уравнение реакции гидроксида калия со всеми этими тремя веществами. И найду то, до которого уравнение позволяет показывать растворение вещества. Ну, вы видите, вещество X, цинку H дважды, ответ 2. Начинаем делать вещество Y. Здесь базовое знание. Приведено сокращенное ионное уравнение. В сокращенных ионных уравнениях в виде ионов записываются растворимые сильные электролиты. Так как одно из веществ гидроксид калия, я его уже знаю, то второе вещество должно содержать быть сильным электролитом с катионом аммония. Я обязан найти соль аммония. Она предлагается мне под названием ацетат аммония. И на всякий случай составить уравнение реакции, чтобы случайно не оказалось второго решения. Ну, вы видите, вот я его написал. Ионные уравнения совпали. Вещество Y один. И ответ запишем 2, 1. Вопрос седьмой, коллеги. Точно так же формулировка несколько изменилась. Формулировка несколько изменилась. Но изменения эти не принципиальны. Хотя я говорю, что свойства солей здесь почему-то потерялись. И их соединение, свойства солей потеряли. Но это, может быть, не так и важно. Потерялись свойства комплексных солей, коллеги. Обратите внимание, солей средних кислых основных, комплексных. В химических свойствах важнейших не металлов и важнейших металлов. Комплексных солей, ну, как вы видите, не упоминается. Ну, и будем проверять, так ли это или на самом деле. Установите соответствие между веществом. Вот вы видите список классического. Ну, уже классический. 10 лет уже такое задание подается. Выбрать, с какими веществами из какой группы, со всеми веществами прореагирует это вещество. Значит, как мы это будем делать? Ну, мне кажется, может быть, я и не прав. Что наиболее удобным способом является следующий. Я просматриваю последовательно возможности реакции вещества с каждой группой реагентов. И в первую очередь пытаюсь увидеть, с каким веществом взаимодействие невозможно. И тем самым я отбраковываю эту, ну, исключаю эту группу из рассмотрения. На всякий случай я ее потом включу, может быть. Но я ее исключаю из рассмотрения. А для веществ, в которых мне кажется, что вещества будут реагировать со всеми реагентами, я напишу уравнение реакции. Ну, хотя бы схемы реакции напишу. Сера не может реагировать. В первой группе с аргентом МНУ3 и с натрием 3ПО4. Во второй группе сера не реагирует с водой. В третьей группе не будет реагировать с уксусной кислотой. В пятой группе не будет реагировать с раствором фосфорной кислоты. А в четвертой группе она будет реагировать... В третьей группе будет реагировать с водородом, будет реагировать с хлором и будет гореть. Ответ А3. СО3, оксид серый 6. Кислотный оксид, ну, достаточно сильный окислитель. Не может реагировать с хлором. Это группы 1 и 3. Не может реагировать с уксусной кислоты. Не будет реагировать с раствором уксусной кислоты. И с Х3ПО4. А если бы я начал делать реакции во второй группе, то я бы увидел, получается, барий СО4, Х2СО4, калий 2СО4 и вода. То есть ответ В2. И все реакции мне знакомые. Это в основном реакции, которые являются базовыми при изучении химических свойств. Третье вещество. Цинк УАЖ2. Гидросид цинка, амфотерный гидроксид. Не детализируй, я запомнил, мне хватает. Не может реагировать с хлором, так как у цинка высшая степень окисления. Не может реагировать с водой, потому что это нерастворимый гидроксид. Не может реагировать опять с хлором и кислородом. И здесь не может реагировать с барий Х2. Не будет реагировать, или с Купрумо не будет реагировать. Будет реагировать с веществами четвертой группы, Так как он амфотерный, будет реагировать с кислотой, будет реагировать со щелочью и будет реагировать со второй кислотой. Какая соль образуется, основная или средняя, мне в этом задании безразлично. Реакция точно будет протекать. Ответ В4. Ну и совершенно по аналогичной схеме разбираем ответ цинкбром-2. Цинкбром-2 начинаю сразу смотреть с первого. Не буду специально, коллеги, когда я говорю, отбраковать реагенты, проверить с кем они реагируют. Сразу посмотрел, здесь я точно знаю, будет аргентум бром в осадке. Здесь будет аргентум цинк-3ПО4 дважды в осадке. И здесь будет более активный галоген, вытесняет менее активный. И итоговый ответ будет 3-4-2-1. Вопрос 8. Тоже стандартный вопрос. Уже много лет такое наполнение идет. Уже 10 лет наполняется так этот вопрос содержания. Но формулировки тоже, коллеги, видите, заметно изменились. Ну, во всяком случае, исчезли вопросы классификации и номенклатура. Весчезли, они здесь, скажем по-честному, не очень и проверялись. И характерные свойства веществ. Тоже формулировки такие же точно. Видите, исчезли слова. Щелочные металлы заменили на натрий калий. Исчезли слова соли. Ну, это я думаю, что разработчик тестов ЕГЭ соответствующую корректировку проведет. Ну, и начинаем разбирать. Восьмое задание. Приводятся 4 пары исходных веществ. И приводятся продукты реакции. Я должен установить соответствие между исходным веществом и продуктом реакции. Значит, единственный разумный план решения – это составить все уравнения реакции. Ну, конечно, без ошибки. Тогда магний может реагировать с концентрированной серной кислотой, с выделением сероводорода. И ответ будет А5. Потому что магний, очень активный металл, будет восстанавливать серу плюс 6 до серы минус 2. Основный оксид реагирует с кислотами, с образованием соли и воды. Ответ В1. Сера будет реагировать с сильным окислителем, с концентрированной серной кислотой. И будет выделяться СО2 и из восстановителя, и из окислителя. Ответ В4. И, наконец, уравнение реакции горения сероводорода. Все сульфиды, кроме сульфида серебра, все сульфиды и сероводород горят до СО2. Ну, и, соответственно, здесь и воды. Ответ В4. Правильный ответ получился 5,1,4,4. Девятый вопрос. Ну, здесь, мне кажется, что здесь только изменилась немножко формулировка. Взаимосвязь неорганических веществ заменили на слова генетическая связь, принадлежащая различным классам. Ну, это абсолютно, мне кажется, то же самое. Значит, приводится схема реакции, так же, как и в старые предыдущие 10 лет. Схема реакции, несколько превращений, и где-то здесь спрятаны вещества Х и У. Они могут быть спрятаны в самых разных местах. Начинаем работать с первым превращением. Х превращается в феррум хлор-3. Это железо. Значит, чтобы получить феррум хлор-3, передействовал я железом. Значит, железо окисляется до феррум хлор-3 сильными окислителями и при нагревании. Это концентрировано серный, азотный, хлор, бром, кислород. Поэтому вещество Х у нас будет хлором, и уравнение реакции вот такое. Второе превращение. Из феррум хлор-3 железо было в степени окисления плюс 3. Надо перейти в степень окисления плюс 2. Для этого нам нужен восстановитель. Причем восстановитель достаточно сильный. В восстановителе здесь хлорид ионы, но это слабые восстановители. Калий йод сильный. Восстановитель хлорокислитель, и аргентом йод содержит йод в нерастворимом веществе, в качестве восстановителя не используется. Поэтому составляем уравнение реакции. Дети его, в принципе, должны хорошо знать. 2 феррум хлор-3 плюс 2 моль калий йод, образуется 2 моль хлористого железа, моль йода и 2 моль хлорида калия. Y калий йод. Ответ 4 и 3. Вопрос 10. Вот смотрите тоже коллеги. Представление о классификации органических веществ. Я не знаю, как это проверяется. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. Вот интересно, будут ли применять в этих названиях, например, слова акриловая кислота. То есть те вещества, которые имеют хорошо устоявшиеся, ну некоторые устоявшиеся уксусная кислота, ацетон, они включены в номенклатуру, как муравьиная кислота, как основополагающие названия. А некоторые имеют все-таки, ну, такие более-менее приличные названия. Ну вопрос тоже нам хорошо известный. Наполнение одно и то же. То есть каждый год они его меняют. Иногда записывают формулы вещества, здесь привести название. Иногда записывают какие-то другие сочетания. Вот здесь нужно установить соответствие между названием и группой или классом группой органических соединений. Значит, для того, чтобы сделать ответить на этот вопрос, вот то, что я уже говорил, коллеги, не надо работать с названиями. Превратите формулу в название. Первое. Составить структурную формулу, а потом определять признак классификации. Первое вещь, что талуол. Это C6H5CH3, углеводород, ответ А3. Ацетон. Это диметилкетон. Пропанон. Это кислород, содержащий соединения. Можно было предложить другие варианты. Но вот в этом году выбрали такой. И метиламин. Это азот, содержащий соединения. Ответ В1. Правильные ответы. 3, 2, 1. Одиннадцатый вопрос. Основные положения теории химического строения. Видите, коллеги, формулировка немножко изменилась, хотя принципиально вопрос тоже изменился. Появились слова. Углеродный скелет молекулы. Появились слова. Кратность химических связей. Появились слова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. И самое принципиальное, что появилось. Ориентационные эффекты заместителей. То есть, любите вы меня или не любите. Любите вы своих учеников. Или не очень времени по расписанию хватает на это. Коллеги, рассказывать об ориентационных эффектах заместителей. Индукционный, мезомерный эффект сопряжения. И о механизмах реакции нам теперь по неволе придется, коллеги. И тоже хочу обратить внимание, что я уже по этой схеме начал просматривать. Достаточно неплохо. В тематическом тренинге достаточно неплохо. Для 11 класса в тематическом тренинге. Я повторяю, что достаточно неплохо написан раздел электронное строение органических веществ. Или электронное влияние органических веществ. Как-то вот так. Найдите его, пожалуйста. И он, честное слово, облегчит вам дальнейшее изучение материала. Работу как со школьной книжкой, так, может быть, и с какими-то еще. Потому что в том изложении он изложен максимально, мне кажется, на всяком случае, что максимально просто, упрощенно. Ну и вопрос классический, коллеги, который мы уже с вами знаем несколько лет. Что выберите два вещества, которые являются структурными замерами Бутена-1. И приводится список веществ. План работы. Прежде всего, базовые знания. Кто такие замеры? Это вещества, которые имеют одинаковую формулу, но отличаются по строению и свойствам. Следовательно, я должен написать структурные формулы Бутена-1 и пяти предложенных веществ, вычтить молекулярные формулы всех шести веществ и потом правильно записать ответ. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на решение. Ну, вы видите, что правильными ответами будут второй ответ циклобутан и пятый ответ метилпропен. У них одинаковая формула с Бутеном-1, С4, Аж-8 формула. Обратите еще внимание, коллеги, что я пишу формулы так, как меня приучили, начиная с 2001 года, когда впервые появилась химия. В этом году, кажется, и в прошлом году уже это было, они отметили, что ответы 2-5, здесь же ответ не на соответствие, а просто выбрать из списка, что ответы 2-5, если ребенок напишет ответ 5-2, он тоже будет зачтен. Но, во всяком случае, в таблице ответов, посмотрите на сайте ФИПИ, в таблице ответов написано, что будет зачтен. Теперь переходим к 12-й вопрос. Он несколько сократился в формулировке. И исчезли слова, основные способы получения и углеводородов, и кистород, содержащихся органических соединений, в лаборатории. По сравнению с 23-м годом. Но принципиально вопрос, в общем-то, остался таким же. Значит, чем вопрос этот сложен? И дети его выполняют достаточно, судя по отчетам ФИПИ и вот по нашим данным. Почему? Это вопрос с открытым ответом. Непонятное число, сколько здесь ребенок должен выбрать. Выберите все вещества, при взаимодействии которых с раствором пермаганата калия в кислой среде, и образуется карбоновая кислота. Ответ может быть от 2 до 4. В прошлом году сказали, что 1,5 они не дадут. Хотя, с точки зрения математики, вполне может быть. Значит, базовые знания. В каком случае при взаимодействии с подкисленным раствором калий-марганец-О4 образуются кислоты? Это будет окисление альдегидов. Это будет окисление алкенов, алкинов, ароматических углеводородов, имеющих боковую углеродную цепь, кетоны при нагревании в концентрированных растворах и спирты при нагревании в концентрированных растворах. Поэтому план выполнения задания. Написать структурные формулы всех пяти веществ, составить схемы реакций, уравнивать, тратить время не нужно, нужно без ошибки написать схему, ну и правильно выбрать ответ в тех случаях, когда ответ меня удовлетворяет. Коллеги, я написал не схемы, я написал уравнение. Почему? Потому что у меня все эти реакции есть в высоком уровне, в задачнике высокого уровня сложности. Мне уравнивать второй раз было не нужно, я просто переписал оттуда коэффициенты. Но достаточно было написать схемы. Так, значит, в первом случае разрыв происходит вот по этой связи. Я показываю, образуется бутановая кислота, нет, пентановая кислота, углекислый газ. Ответ правильный. Бензол с раствором аркалиймарганеса 4 не реагирует. Толол окисляется до бензойной кистоты. Ответ правильный. Сложные эфиры не окисляются. И уксусная львегид даст уксусную кистоту при окислении. Ответы 1, 3, 5 получились. Тринадцатый вопрос. Формулировка практически нет, изменилась. Добавились основные аминокислоты, образующие белки. Коллеги, ну здесь вопрос на совесть составителя. Что считать основными аминокислотами? Те 2 или 3, которые мы учим, то есть глицин, аланин, фенилаланин, цитозин мы учим и что-то еще. Серину учим в школьном учебнике, во всяком случае упоминается. Или же немножко больше. Но это уже будем надеяться на то, что было. А все остальное осталось так, как было. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. И вы видите, биологически важные соединения. Здесь они у нас все сохранились. Выберите 2 вещества, с которыми реагирует метиламин. Метиламин, первичный амин, базовое знание. Он проявляет основные свойства, при этом взаимодействует с кислотами и водой. Он реагирует с галогеналканами по механизму образования донорно-акцепторных связей. Реагирует с азотистой кислотой, с выделением водорода и образованием спирта. И может образовать амилы. В школе других реакций мы с вами не учим. Ну и соответственно вывод. Я обязан составить уравнение реакций с нашими веществами. Метиламин с пропаном реагировать не будет. С хлорметаном будет образовывать хлорид-диметил-аммония. Это ответ правильный. С водородом реагировать не будет. С натрию АЖ два основания не реагируют. И наконец с соляной кислотой образует соль, хлорид, метил, аммония. Поэтому правильные ответы записываем 2 и 5. Ну сравниваем опять коллеги. Сравниваем опять ответы. Химические свойства углеводородов совпали. Так. Свободный и свободно-радикальные ионные механизмы. Да, они у меня были. Понятие ануклеофили и электрофили. Коллеги, этого у меня в предыдущих заданиях не было. Это я должен буду каким-то образом ввести в рассказ с нашими, вот мы с нашими детьми, для подготовки. Хотя будем ждать. Никто не запрещает поставить эти вопросы. Нуклеофил и электрофил в ЕГЭ уже 24-го года. Ну и вопрос достаточно простой. В смысле не очень простой, но по неизвестным причинам совпадает с вопросом 11. Близко совпадает. Установите соответствие между веществом и органическим продуктом, его окислением, перманганатом калия в кистосреде. А там было, в каких случаях образуются кислоты. Ну, вот эти вещества и вот продукты окисления. Значит, коллеги, разбираем, еще раз разбираю, только немножко более подробно. Какие вещества окисляются под кисленным раствором калий-марганес-О4? Алкины и алкины с разрывом кратной связи. Если кратная связь находилась у первого атома Герона, то образуется карбоновая кислота, и цепь укорачивается, выделяется углекистый газ. Если кратная связь находилась где-то посередине молекулы, 2-3, 3-4, в зависимости от строения, то образуются две карбоновые кислоты. Но важным является пункт В. Есть в неукратной связи. Имеется радикал, то образуется не карбоновая кислота, а кетон, карбонильная производная. Значит, это вот окисление, правила окисления алкенов и алкинов. Окисляются боковые цепи ароматических углеводородов с образованием бензойной кислоты или ее производных. Второе вещество может быть либо углекистый газ, либо карбоновая кислота, если цепочка была длинная. Ну и задача состоит написать уравнение реакции между веществами четырьмя и подкисленным раствором пермагоната калия. Значит, уравнение реакции. В результате стерол будет окисляться с разрывом цепи, будет пообразоваться бензойная кислота и углекистый газ. Ответ А1. Метилпропин, метилоцетилен, пропин, будет окисляться с разрывом вот этой связи ацетиленовой, будет образовываться уровенная кислота и углекистый газ. Ответ В6. Уксусная кислота. Наконец, бутен-1 окисляется тоже с разрывом этой связи, будет образоваться пропановая кислота и углекистый газ. Ответ В4. И этилбензол окисляется по атому углерода, присоединенному к ароматическому колечку. Получается бензойная кислота и выделяется углекистый газ. Бензойная кислота это Г-1. Ответы 1-6-4-1. Коллеги, ну еще раз повторю, что уравнение мне здесь было писать, не нужно тратить время детское. Вполне достаточно было бы написать схему превращения. Пятнадцатый вопрос. Характерные химические свойства предельных одноатомных, то есть кислород, содержащих соединений. Ну, этот вопрос практически не изменился. Вы видите, он даже и по строчкам расположен точно так же. Ну, в качестве варианта предлагается решение. Какое вещество, каким способом я могу получить вещества А, Б, В, Г, если мне предлагаются следующие реакции. Окисление ацетальдегида, пиролиз ацетата кальция и так дальше. Коллеги, самым главным, самым надежным способом решения подобных вопросов, когда в правом столбике приводятся какие-то превращения, а в левом столбике приводятся продукты реакции, самый удобный способ написать все уравнения реакции. Если вам повезет и ответы окажутся в первых четырех строчках, слава Богу, но если не повезет, то вы потеряете, ну, 30-40 секунд на составлении схемы одной из реакций. Потому что нужно писать, я еще раз говорю, не уравнение, а схему. Значит, ну, я написал составить схемы реакции в предложенных способах получения и выбрать правильные ответы. Первый вопрос стоит окисление ацетальдегида. При окислении ацетальдегида, в зависимости от условий, вы это прекрасно знаете, может образоваться в кислых средах карбоновая кислота, в нейтральных средах может будет образовываться тоже кислота, а в щелочных средах, иногда и в нейтральных средах с моргосперманганатом калия, например, будет образовываться соль муравьиной кислоты. Поэтому я выбираю ответ В1. То есть при окислении ацетальдегида я получаю уксусную кислоту. Пиролиз ацетата кальция, вторая реакция. Пиролиз кальциевых бариевых солей карбоновых кислот, это способ получения кетона. Из ацетата кальция выделяется кальций СО3 и остается ацетон, который имеет еще три названия. Поэтому получается ответ В-пропанон-2. Гидролиз 1,2-дихлорэтана. Коллеги, здесь я начал базовые знания с гидролиза моногалогенпроизводных. При этом образуются спирты. Так как в 1,2-дихлорэтане, это логика, так как в 1,2-дихлорэтане атомы хлора находятся у разных углеродных атомов, то есть не влияют друг на друга, то продуктом реакции будет этиленгликоль или этандион. Ответ А-3. Следующий вопрос у меня здесь стоит. Гидролиз 1,1-дихлорэтана. При гидролизе 1,1-дихлорэтана две группы OH должны будут оказаться на одном атоме углерода. Но мы с вами знаем, что есть правило Эльтекова-Эрлен-Мейера, которое говорит, что две группы OH или группа OH и NH2 у одного атома углерода неустойчивы и стабилизируются, отщепляя молекулу воды. Поэтому гиолы, у которых две группы OH находятся на одном атоме углерода, хоть на краю молекулы, хоть на посредине молекулы, обязательно превратятся в карбонильное производство. Но в данном случае в Ацетальдегин. Это посторонний ответ. Следующее. При окислении пропаналя может образоваться либо кислота, либо ее соль. Но в ответах такого вещества меня не спрашивают. Тоже посторонний ответ. Ну и остается ответ шестой. При окислении производных бензола может образоваться либо бензойная кислота, либо вот здесь я показываю, перманганат калия в нейтральной среде будет приводить к образованию соли. Ответ Г – 6. Полный ответ 3, 1, 2, 6. Шестнадцатый вопрос. Вот этот вопрос. Значит, генетическая связь между классами и соединений повышенного уровня 1 балл называлась раньше ну тоже та же самая формулировка калия, мне кажется. Здесь ничего хитрого нет. Переходим к анализу этого задания. Определяем вещество Х. Для того, чтобы его определить, я делаю исходное вещество. Содержит два атома углерода. А из вещества Х получили бутан 4 атома углерода. Следовательно, либо удлинение цепочки произошло на первой стадии, либо удлинение цепочки произошло на второй стадии. Мы с вами знаем, это реакция в способе получения бутадиена по Лебедеву. Есть этиловый спирт. Из этилового спирта мы можем получить бутадиен, воду и водород. То есть, казалось бы, да. Но бутадиена, второе название – Девинил, в списке продуктов, в списке веществ, которые предложены, у нас отсутствуют. Поэтому я должен сделать вывод, что удлинение произошло на второй стадии. А удлинение на второй стадии может осуществить только из галогена алкана по реакции Вюртса. Поэтому С2H5OH спирт должен прореагировать с бромоводородом с образованием бромэтана. Такое вещество у нас есть. А дальше осуществить реакцию Вюртса. Определяем вещество У. Так как превращение осуществляется в присутствии хлорида алюминия, а он в школьном курсе используется в качестве катализатора реакции Фриделя Крафтса – это алкилирование ароматических углеводородов и в качестве катализатора реакции изомеризации. В школьном курсе эту реакцию показывают только в первой теме, когда изучают свойства алкана. Именно в таком виде ее и показывают. То есть из бутана я должен буду получить метилпропан. Вещество У – метилпропан. Ответы 5 и 4. Теперь переходим на задание 17. Химическая реакция, классификация химических реакций, закон сохранения массы веществ. Коллеги, вот появление такой фразы, закон сохранения такого, закон сохранения массы веществ, предполагает, допускает вернее, что составители могут предложить нам какие-то уравнения реакций. Вполне могут предложить нам какие-то уравнения реакций, и мы должны будем по этим уравнениям реакций отвечать на конкретные уже уравнения реакций, произвести простенький расчет. Считать, сколько моль одного вещества прореагировал, сколько атомов другого, ну что-то вот подобное. И тоже этот вопрос с открытым ответом. Выберите все реакции, которые являются окислительно-восстановительными. Число ответов не лимитировано. Мы говорили уже, может быть, два, три или четыре ответа. И предложен список веществ. Ну и естественно, что базовое знание, что такое окислительно-восстановительная реакция, в ней происходит изменение степени окисления элементов. И план выполнения. Надо написать схемы всех пяти реакций, вычислить степень окисления, найти схемы, в которых изменяется степень окисления, правильно записать ответ. Первая реакция. Сульфид калия реагирует в нейтральной среде с перманганатом калия с образованием серы, марганесу-2 и щелочи. Это реакция окислительно-восстановительная. Ответ правильный. Серная кислота концентрированная реагирует с твердым натрий-хлор. При этом является способом получения хлороводорода в лаборатории, а раньше и в промышленности. Эта реакция не окислительно-восстановительная. Хлорид аммония реагирует с нитритом натрия, с растворимыми нитритами, с образованием азота, хлорида натрия и воды. Изменились степень окисления. Из минус 3 перешло в ноль. И из плюс 3 тоже перешло в ноль. Ответ правильный. Реакция окислительно-восстановительная. Кварц реагирует с карбонатом натрия при сплавлении. При этом образуется силикат натрия и выделяется углекистый газ. Вы видите, что эта реакция без изменения степени окисления. Ответ невежный. И наконец... Ой, извините. Извините. И наконец, йодистый водород легко окисляется дихроматом калия с образованием йода, ядида калия, ядида трехвалентного хрома и воды. Это реакция с изменением степени окисления. Ответ правильный. Ответ 1, 3, 5. Ну, вы видите, 18-й вопрос не изменился ни в формулировке, ни в оценке. И тоже этот вопрос с открытым ответом. Выберите все реакции, которые при тех же условиях протекают с большей скоростью, чем взаимодействие натрия с этанолом. И я могу выбрать ответы 2, 3 или 4. Коллеги, я очень рад тому, что такой вопрос появился, потому что так как летом в одном из вариантов ЕГЭ, который писали 26-го, по-моему, мая, был похожий вопрос. Где сравнивали реакционную способность различных веществ. Как я буду отвечать на этот вопрос? Прежде всего, базовое знание. Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ. Поэтому надо записать уравнение всех шести реакций. Сравнить влияние изменения строения со строением активностью этанола и хлорида натрия. Например, спирты могут быть разные. Я должен буду разобраться, какой спирт более активный. Вместо натрия я могу взять калий или кальсин, если предлагают. И тогда тоже ответ будет немножко другой. Ответ будет немножко другой. Ну и потом выбрать те правильные ответы и правильно их записать. Начинаем анализировать этот текст, коллеги. Эталонная реакция. Мне сказано, сравниваю все с реакцией взаимодействия этанола с натрием. Вот это уравнение реакции. Составляю уравнение реакции бутанола-1 с натрием. Очень похоже. В чем отличие, коллеги? Вот вы уже видите здесь две схемки. Вот строение этанола, а вот строение бутанола. Что здесь показано? Бутанола отличается от этанола тем, что вместо вот этого атома водорода появилась этильная группировка. Алкильные радикалы, в том числе этильная группировка, проявляют электронно-донорный эффект. Я показал этот электронно-донорный эффект как синие стрелочки, показанные вторыми внизу. Следовательно, так как эти группы, он ослабевает, коллеги, я сразу напоминаю вам, что он ослабевает обычно 1-2. Дальше четвертого атома он уже не проявляется, но тем не менее он все равно есть. Так вот, положительный индукционный эффект, показан стрелочками синего цвета, он будет уменьшать полярность связи СО. А раз уменьшилась полярность связи СО, то уменьшится полярность связи ОАЖ. И положительный заряд на атоме водорода. Скорость реакции будет меньше, ответ неправильный. Вторая реакция взаимодействия – это анолоскалия. Калий более активный металл, чем натрий, поэтому скорость реакции наверняка будет больше. Ответ правильный. Теперь сравнить взаимодействие натрия с водой от уравнения реакции. Ну и повторяю примерно то же самое, что говорил с бутанолом. Строение этанола отличается от строения воды тем, что вместо вот этого атома водорода имеется алкильный радикал. Группа CH3 является донором электронов, положительный индукционный эффект. Поэтому она смещает, вызывает поляризацию связи СО в обратную сторону, уменьшает отрицательный заряд на кислороде, и следовательно уменьшает положительный заряд на атоме водорода. Скорость реакции в воде будет больше, чем скорость в реакции этанола с натрием, потому что частичный положительный заряд в воде больше, чем в спирте. Теперь идем на реакцию пропанола-2 с натрием. Коллеги, ну вы уже поняли логику, которую я вам рассказываю, и понимаете, что я буду показывать. Вот строение пропанола-2. Две группы CH3. Одна группа CH3 оказывает, смещает, уменьшает положительный заряд на атоме водорода, и вторая группа CH3, я нарисовал вторую группу стрелочек, тоже уменьшает положительный заряд. Поэтому пропанол-2 будет реагировать с натрием медленнее, чем этиловый спирт. И, наконец, последний ответ. Взаимодействие кальция с пропанолом. Спирты с кальцием не реагируют. Вы должны помнить, ну, был, когда учились в институте, был опыт, называется, абсолютирование спирта. Кальция используют для абсолютирования спирта, то есть для высушивания спирта, для удаления из него остаточных следов воды. Это таким образом, что кипятят спирт над кальцием. Следовательно, реакция это не протекает. Скорость реакции заведомо будет меньше. Значит, правильные ответы 2 и 3. Так. Окислительно-восстановительные реакции. Поведение веществ в средах с разным значением pH, значит, тоже может появиться. Каким-то образом этот вопрос, коллеги, будем его ждать. Ну, а уравни задания, которые в этом году они показали на наполнение классическое, классическое, нехорошо говорить, стандартное. Ну, сейчас предложены 3 уравнения реакций. Свойства азота, окислитель, восстановитель и окислитель, и восстановитель не участвуют в ОВЭ. Значит, базовые знания. Окислитель уменьшает степень окисления, восстановитель увеличены. Необходимо вычислить степень окисления. Вычисляем в первом уравнении, степень окисления не изменяется, ответ А4. Во втором азот степень окисления из минус 3 до 0 увеличивает ответ В2. И из минус 3 увеличивает до плюс 2, тоже ответ В2. Электролиз расплавов и растворов солей. Ну, исчезли еще ли щелочи кислоты, мне кажется, что это не прицепляет. Значит, ну и предлагается два варианта задания. Видите, 21, а потом будет 22. Первый вариант задания. По формуле соли определить продукты электролиза. Для того, чтобы это сделать на базовых знаниях, я должен вспомнить, каким образом осуществляются процессы на католике. Если металл находится после водорода, катион, металл в соли, то выделяется металл. Если металл находится левее алюминий и сам алюминий, выделяется водород. А если находится между ними, то выделяется и водород, и образуется металл. На аноде, растворимые аноды пока еще не давали, слава Богу. Ну, значит, анионы без кислородных кислот окисляются. Анионы кислород, содержащих кислот, не окисляются. Выделяется кислород при окислении молекул воды. Вот последовательность выбора процесса. И начинаем разбирать. Натрий 3, ПО4 образован катионами натрия. Будет выделяться водород. И кислород, содержащий анион, выделяется кислород. Ответ А3. Калий, хлор. Из катионов при электроле или этой соли будет выделяться водород. Калий очень активный металл. А без кислородные анионы окисляются до хлора. Ответ В4. Купрум-бром-2. Восстанавливается медь и окисляется бром. Ответ В2. Ответы 3, 4, 2. И второй вариант этого ответа. Второй вариант следующий. Выбрать реакцию, с помощью которой можно получить это, такое, величисленное вещество. Мы уже договорились с вами, что будем решать следующим образом. Буду писать все уравнения реакции, а только потом выбирать продукты реакции. Ну, по пути выбирать. При электролизе алюминий 2О3 образуется алюминий и алюминий. Образуется алюминий. Ответ А1. Кистород здесь сам выделяться не будет, коллеги. Кистород выделяться не будет, потому что электролиз ведут с графитовыми электродами. И происходит выгорание графита. Выделяется угарный газ, который потом доокисляют до углекистого газа. При воде водный раствор калий и фтор. Калий при электролизе катионов калия выделяется водород. Фторид и ионы не окисляются, выделяется кистород. Образуется кистород. Ответ В2. Хлорид алюминий будет при электролизе образовывать водород. Алюминий у А3 и хлор 2. Ответ неверный. Ни водорода, ни хлора у меня не спрашиваем. И из расплава калий в тор будет выделяться калий. Ответ В4. Ответ И1, 2, 4. Гидролиз солей, ионное произведение воды, водородный показатель. Ну, коллеги, принципиально это та же самая формулировка. Приводятся 4 вещества, для которых нужно определить характер среды. А потом расположить их в порядке либо возрастания значений pH, либо в порядке убывания значений pH. И так и так записывается. Учитывая, что концентрация всех веществ во всех растворах, моль на литр, одинаковая. Ну, здесь немножко неточности, но это не принципиально для нашего школьного уровня. Вот на этом слайде я напоминаю, когда будете детям показывать, каким образом, что такое pH. Какие значения pH. В растворах кислот pH меньше 7. В растворах сильных кислот pH концентрация катионов водорода больше, а pH следовательно меньше. В челочах pH больше 7. Что такое гидролиз? Напоминается, что гидролиз, как правило, степень гидролиза доли процента. То есть, из 100 молекул в лучшем случае прореагирует одна, и это уже будет много. И в растворах солей, если имеется катион слабого основания, то среда кислая в левую сторону. Сильного основания, слабой кислоты, среда щелочная. Вот начинаем разбирать. Сульфат натрия образован сильным основанием и сильной кислотой, среда приблизительно нейтранная. Феррумы-Н-3 дважды образован слабым основанием феррумы-Н-2, 2 NVG, сильной азотной кислотой. Гидролиз по катиону, среда кислая. Сульфит калия образован сильным основанием калию А, с кислотой средней силы. Гидролиз по аниону, среда щелочная. И HCl3 сильная кислота, гидролиза нету, среда кислая, сильно кислая. И начинаем теперь разбирать. К тесту ЕГЭ предлагается в задании шкала PH. Поэтому вот те формулы, те определения, которые я сделал, я переношу сразу на шкалу PH. HCl3, мы сказали, сильная кистая среда. Натрий 2SO4 нейтральная среда. Калий 2SO3 слабощелочная среда, поставил под десяткой. И это слабо-кистая под четверкой. Будет увеличиваться в порядке 4, 2, 1, 3. Ну, вы знаете, коллеги, вот этот вопрос, когда он только появился, года 2 или 3 назад, уже забыл. Казалось, что он вызовет панику. А дополняемость этого вопроса, я когда проверяю пробники, достаточно высокая. То есть большинство детей, ну, кроме тех, кто пишет на ноль, допускают ошибки. А те, у кого, ну, хотя бы половина работы выполнена, забирают здесь свой балл. И без проблем. Ну, коллеги, мне кажется, что здесь исчезло слово необратимые химические реакции. Но оно ни разу и не проверялось. Оно ни разу и не проверялось. Потому что, ну, в общем, потому что. Говорить о необратимости можно только в какой-то степени там. Предлагается вариант. Этот вариант уже лет 6 или 7, ну, похожий вариант появляется. Это реакция гидролиза, катиона алюминия с образованием гидроксоалюминия, катиона гидроксоалюминия и катиона водорода. Дается 4 воздействия и предлагаются 3 ответа. Значит, базовое знание здесь принцип Леш-Ателье. Но если на систему оказать воздействие, то положение равновесия сместится таким образом, чтобы ослабить оказываемое воздействие. Принципиально важно. На смещение равновесия влияют только 3 фактора. Только 3. Температура, концентрация и давление для газов. Все остальное не влияет. Поэтому необходимо последовательно разбирать влияние каждого фактора. Воздействие добавления кислоты. Пусть кислота будет соляной, она диссоциирует с образованием катионов водорода. Если я добавил кислоту, то значит я добавил катионы водорода, а это продукт реакции, и положение равновесия сместится влево в сторону исходных веществ. Обратная реакция. Это А2. Давление влияет только на системы газа. Жидкость, раствор, раствор, раствор. Газов нет. Ответ В3. Повышение температуры. Тоже стандартное. Повышение температуры смещает равновесие в сторону поглощения тепла. В правую сторону ответ В1. Повышение температуры, выделение тепла обозначают индексом плюс Q поглощения тепла минус Q. И добавление твердой щелочи. Если я добавляю твердую щелочь, то она будет реагировать с катионами водорода. Уменьшать их концентрацию. Следовательно, положение равновесия будет смещаться вправо в сторону прямой реакции. Ответ Г1. Ответ получился 2,3,1,1. Ну и формулировка, задача расчетная задача. Формулировка не изменилась. Тех же 2 балла, которые были в прошлом году. И как решается такая... Ну, немножко изменилось условие задачи. Капельку сместили здесь, переставили цифры. Принципиально не изменилась. Как решается? Решается задача с составлением вот такой таблички, коллеги. Я уже несколько раз рассказывал, поэтому детализировать здесь мне не очень хочется. По одному из исходных веществ я нашел изменение концентрации этого вещества. Потом вычислил изменение концентрации СО2 и кислорода. Вот оно здесь показано. А когда я их вычислил, пора как по разности найду... Отвечу на вопрос задач. Эта задачка... Ну вот удивительно, что даже слабые дети с этой задачкой стали справляться, хотя когда я увидел это задание два года назад, но оно осенью появилось, мне почему-то показалось страшноватенько. Ну, ничего, не боги горшки обжигали. Так, следующий вопрос. Идентификация органических и неорганических соединений, качественной реакции. Ну, формулировка немножко изменилась, но единственное что, коллеги, фраза, которая у меня, например, ну вот вы ее видите. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. Если эту фразу трактовать как желание разработчиков ЕГЭ ввести к нам в наше задание ЕГЭ лабораторные работы, то это только затруднит экзамен. Ну, вы прекрасно помните, что когда эта фраза появилась, ну, не фраза, а факт выполнения лабораторной части в заданиях ОГЭ, то первый раз это появилось перед пандемией, поэтому было тяжело, непонятно как, что, все волновались, ну, неоднократные вебинары, мы даже ролик сняли, правда, ну, не очень удачный с точки зрения съемки, с точки зрения химии все правильно. Вот, и прошло два года, то есть в прошлом году и в этом году прошли эти лабораторные работы. И что мы увидели с вами? Что большинство детей просто забирают за эти задания, они оценивались, лабораторная часть работы оценивается в два балла, то есть слить пробирочки. Большинство детей взяли своих два балла и ушли спокойно с экзаменом, с несколько большим числом баллов. Ну, то есть, ну, сместиться средний балл вправо, капельку, ну, это непринципиально. Значит, предлагается несколько вариантов этого задания. Установите соответствие между веществами и реагентом, с которым их можно различить. Значит, принцип решения. Разлечить вещества, это не значит провести качественную реакцию. Это значит найти такой реагент, который по-разному будет реагировать с этими веществами. То есть, надо составлять уравнение реакций и характеризовать их. И вот я здесь показываю, например, у меня HNO3 и натрия NO3. Если я добавлю медь в эти вещества, то азотная кислота реагирует, а натрия NO3 нет. Сразу ответ А1. Вторая пара. Калий, хлор и натрию АН. И я последовательно перебираю. Калий, хлор с медью не реагирует, натрию АН не реагирует. Калий и ОН с ними не реагирует. Аж хлор реагирует с натрию АН, но я не увижу как. Я не увижу как. Калий и Н3 с ними не реагирует. А вот Купрум СО4 с натрию АН дают голубой осадок. Ответ В5. И вот таким образом, коллеги, перебирают все реагенты. Это совсем недолго. Ведь уравнение писать не требуется. Требуется только внимательно сказать. Реагирует, не реагирует. Ну, поставьте плюс, минус и как-то так научите своих детей. Хотя в тренинге мы показываем способ решения. Ну, достаточно громоздкий, конечно, но безотказный. Поэтому ответ по этому вопросу получился 1,5,5,2. 24,2. Второй вариант. Указание признака реакции. То есть нужно написать будет уравнение реакции. Ну, схему реакции. Уравнение не надо. Схему реакции. Ответит наблюдаемые изменения по памяти. Уксусная, пропионовая кислота реагирует с литином, с выделением водорода. Ответ А4. В спирте реагирует с калием, с выделением водорода. Ответ В4. И гидроксид, амфотерный гидроксид растворится в кислоте, сообразовывает, значит, отбудет ответ В1. И брон, окрашенное вещество, присоединится к кратной связи. Ответ Г5. 4,4,1,5. Но вопрос был бы... Ну, значит, два варианта этих вопросов. Совершенно не тяжело. Коллеги, 25 вопрос. Он раньше был громадный, а теперь стал еще веселее. То есть перечисляется такое громадное количество заданий, ну, вопросов, которые я могу здесь задать, составители могут задать, что, ну, не знаю, как к нему готовиться. На каждом занятии, наверное, нужно вспоминать, что вот это вещество так-то применяется, это так-то применяется. Немножко о технологиях поговорить. Так. И предлагается здесь три варианта этих заданий. Первый вариант. Вещество, область применения. Ну, здесь я написал ответ. И метант, это топливо. Изопрен, это каучук. И этилен, алкен. Применяется для получения пластмасс, полимеров. Ответы 2, 3, 4. Ответ 25, 2. Это установить по формуле мономера, какой полимер я из него, из этого мономера получаю. Значит, ну, тоже совершенно понятно. Нужно написать уравнение реакций. И потом найти правильный ответ. Ответ получается 2, 1, 4. И, наконец, последний вопрос, 23 вариант. Это технология. Соответствие между химическим и каким-то технологическим аппаратом или процессом. И тем, что в нем осуществляется. Ну, учить технологию производства серной, азотной кислоты, аммиака, получение стали, алюминия. Надо перегонку нефти. Надо, конечно, обязательно, коллеги. И тогда ответы будут не тяжелые. Перегонку жидкости, в том числе и нефти, осуществляют по... И хотелось бы тогда сразу, чтобы вы дали ответы на поступившие вопросы. Пожалуйста, коллеги, слушаю. Первый будет о книге нашей новой, сборник 30 вариантов. Так, простите, пожалуйста, Лариса Эльбина, еще раз. Так, значит, коллеги, в тренинге я могу его сейчас взять, ну, вот здесь, рядышком дома, и показать вам. В тренинге есть на страничке... Вот я сейчас ее даже нашел. Да, тренинг. На страничке 49, на страничке 49, начинается глава, которая называется «Строение. Реакционная способность органических соединений». И вы можете здесь прочитать и электронные эффекты, и строение сигма-пи-связей, и как обсуждать какие-то смещения, коллеги. Поэтому, ну, полезный пример. Это до страницы 59. Страничка 49, 59 в нашем тренинге. Тематический тренинг, да, коллеги. А в тридцати вариантах? В тридцати вариантах это не обсуждается. Я не помню, если где-то попадалось, но оно не подробно. Оно там будет обсуждаться, если, то только конкретно к этой задаче. Только конкретно к этой задаче. Там, где речь шла о замещении в бензоле, я точно помню, что мы это обсуждали, и именно со словами электронно-донорный эффект, электронно-акцепторный эффект, нуклеофильное замещение, электрофильное замещение. Эти слова были. Но вот наиболее подробно все-таки здесь искать справочники по разным разделам. Еще, пожалуйста, учитываем ли при определении валентных возможностей донорность, например, галогенов 1-3-5-7 или 1-2-3-4-5-6-7? Не понял вопрос. Еще раз. А в чате прочтите тогда самостоятельно. Сейчас смотрю. Так, дальше поехал. Самый последний вопрос. Так. Задания на ориентационные эффекты только и в ВУСе есть они в принципе, и в тренинге они есть, но они там уже много лет есть, коллеги. Это не связано с тем, что что-то изменилось. Так, дальше смотрю. Вторую часть коллеги сегодня не успела разобрать. Можем сделать это в следующий раз, если Лариса Викторовна позволит. Так, что еще здесь? Так, не понял. Дальше еще смотрю. При определении валентных возможностей донорность, например, галогенов. А что это значит? 1-3-5-7. Нет, там было написано, коллеги, в основном состоянии. Коллеги, там было написано, в вопросе, который в этом предлагался, в демоверсии, там написано, что речь сегодня идет только об основных состояниях атомов. Валентность. Учитываем ли при определении валентных возможностей валентность? Коллеги, валентность, это число, оно не бывает само по себе. Это число химических связей, которые атом образует в конкретном данном соединении. Этот вопрос у нас разбирается и в нескольких местах книжки есть, я сейчас просто места не вспомню, в каком. Ну, например, выносит 3 валентность азота 3, а выносит 4 хлор, валентность азота 4, потому что он образовал 4 химических связи. И это я должен смотреть только на конкретную формулу. А так, говорят, возможные валентные состояния. Но вот в тех тестах, которые пока были в тестах ЕГЭ, я пока не очень это видел. Поэтому вот так, коллеги. Владимир Николаевич, то есть, я так понимаю, вы завершили разбор заданий на вопросом 26. Я закончил на вопросе 26, да, Лариса Викторовна. Потому что время, к сожалению, закончилось, коллеги, а вопросов оказалось много. Значит, тогда придется захватить, еще, может быть, разбирать. Но там ничего... Давайте на следующий раз тогда немножко разберем остатки. Да, конечно. Тогда следующий вебинар посвятим решению расчетных задач. Да нет, еще рано. В следующий раз... Ну, хорошо, попытаемся, договоримся с вами, не будем сейчас через интернет обсуждать это. Хорошо, коллеги. Еще вопросы, если есть. Давайте скажем о скидке. Вопросов больше не было. Если вопросов нет, коллеги, большое спасибо всем за участие, за работу. Всем всего доброго. Ой, подождите, еще не всем всего доброго. До Дня Учителя я вас не увижу, поэтому поздравляю вас сегодня. Пусть этот день будет у вас радостный, так же, как и все остальные учебные дни в году. Всем всего доброго. Теперь коллеги точно. Итак, уважаемые участники, наш вебинар завершен. Благодарю.